во имя отца и сына и святого духа евангелие от матфея 12 глава 43 по 45 стих когда нечистый дух выйдет из человека то ходит по безводным местам ища покоя и не находит тогда говорит возвращусь домой откуда я вышел и придя находит его незанятым выметенным и убранным тогда идет и берет с собой семь других духов злейших себя и войдя живут там и бывает для человека этого последняя хуже первого так будет и с этим злым родом вот говорят страх божий вот если эти запомните 12 глава 43 по 45 стих нужно войти в это речь идет о верующим уверовал принял крещение очищен от всякого греха омыт 22 глава 16 стих деяний говорит она не пришел когда к савву говорит брат савву что ты медлишь встань крестись и омой грехи твои омыты не раз приходилось слышать человек издалека у нас приезжает принял крещение проверили ну все показывает что родился свыше и он сразу спрашивает а что теперь а вот теперь то вот это самое и есть это тело наше называется храмом божьим так господь назвал его разрушить и храм сей я содержу так и мы мы очищены но ежедневно молимся об этом приди и вселись овны и очистены от всякие скверные спаси блажь и души наши если мы в это верим мы это чувствуем какие мы были какие мы стали но дальше то ничего нету не заняты это значит давай по порядку сколько людей сегодня нету чем они заняты ну сами когда не приходили под разные причины было добывает воскресенье нету на занятия когда начинается но собрание нету чем человек занимается скорее только выскочить убежать домой как это может не надоест человеку и так не заняты ничем а господь говорит однажды даже за три дверь когда начинаешь молиться на молитве нету дверь открыта она не заперта а раз не заперта значит тут и гадать надо зайдут тут устроить тебе такое пиршество и и вот здесь господь показал незримая сторона оказывается изгнан злой дух и поэтому когда готовится к крещению заметьте батюшка подходит к воде и в воду опускает руку и крестит на изгнание демонов из воды прямо молитвы так и считается вот мы утром выходим какие-то разные причины где-то какие-то стоят там излучатели ты ничего не бойся перекрестись и скажи отрекаясь от сатаны и всех дел его всех ангелов все гордыни то что считается прекращение и тогда впереди перекрестить и никого не бойся полчища демонов рассеются вот мы считаем житие антония великого великий за девятнадцать столетий церковь присвоил это звание великий с большой буквы 17 человек и антони один из тех которые и молитвы у нас есть и вот он решил у бога выспросить а господи а на кого я похож теперь стал и вот он видит сам себя со стороны все это веревки эти вьет и листья вымачивает они пальмовые сыновки разные делать положил все встал поднял руки обе руки поднимает вот что интересно помолился опять сел у него промежутка между этим никакого нету и сатана он еще не может подойти почему и говорится первое послание считаемого фессалони кейсов 1 17 непрестанно молитесь непрестанно как иисусу молитву прочитали а ты хочешь знать как правильно молиться все что видишь прославляет бога открою еще раз придешь домой сегодня 103 псалом посчитали березу дал господи а береза так как она полезна для всего и вот давид видит и ели жилища из там горы камни зайцем ну какая то молитва это молитву и считаем то есть это означает непрерывное словословие богу и сатана близко не может подойти ян затаус говорит у кого в доме библия я даже не ожидал от него но человек ясно считает и статана не может приблизиться даже к дому спроси когда последний раз читал спитую библию какие стихи запоминал хорошо когда есть время а где время больше всего время в очередях где-то в рубцовке жил какой-то человек я прочитал так я не встретился с ним и он где-то около 17 языков знает и не какие-то там китайских и не японские и он спрашивает а как вы могли выучить это очередя горит стоишь берты грудь мою очереди помогли время это свободное вот точно так и здесь выбери время вот у нас раздается звонок через каждые два часа дозвонить называется и становимся на молитву 10 минут там все поминается и сметри в 77 примерно и события какие сегодня слову сказать вы знаете события какие в стране у нас выпущен материал на это никуда не прислоняйтесь ни на ту ни другую сторону мы молимся за них не поминайте ни правителей сейчас ни страны у страна еще можно помянуть и молимся бог дал чтобы потому что сатана сразу зацепится здесь то есть обдумали у нас помолились и вы видите как у нас разговоров нет а были которые начинали их сразу заблокировали всего запомнить это пока все не образумится как-то мы должны молиться за всех написано за царей не за старя только и так чтобы человек жил чисто его надо занять а чем заповеди 20 глава исход говорится в порядке 10 заповедей а ты просчитай 4 заповеди взаимоотношения с богом 6 взаимоотношения людей между собой а как в новом завете они переходят в новый завет только на возвышенное я много размышлял об этом вы решил как в новом завете это на горная проповедь 9 блаженств и вот если брать блаженны нищие духом блаженны плачущих каждое блаженство представляет тем где 10 западем вы знаете такой оркестр будет я нигде про это не считал а сам просто молился и я увидел вообще размышление тебе будет дьявол уже подходить негде будет а были такие верующие которые стали даже открыто бесноватыми я встречал это грех грех я беседовал домой приглашал этих людей записал их везде сто процентов грех грех притом грубый такой то в блуде был то даже такая одна учительница любила переодеваться в шкаф залезла и там сошла с ума ее нашли через три дня она все там перебирает платье отберей нигде нету то есть не заняты ничем она любила храм ходить все выслушайте для себя церковь установила для нас посты сейчас будет вот ни под каким видом не идите на то чтобы нарушать да они не евангельское устроение там нет но великий пост святые отцы говорят апостольское 69 правило остальные пришли в четвертом пятом веке но я православный самое главное доказательство я православный все разговоры отошли мы должны наполнены быть этим благодарить богу что бога что смиряет нашу плоть мы чаще будем молиться вот как бывает человека узнать мне пришлось разговаривать я буду просто из опыта показать что человек не верит бога у него трудно найти что-то язык он не смотрит я говорю вас можно верующий нет библиотекарше я говорю а он ругается нет нет а он пришел в это время а сколько я живете 18 лет я вас просил вы действительно не ругаетесь нет для меня открытие а дальше строили да было так что мимо попал по пальцу да было и что да что я долгался туда а ты слышал как рассказывать недобрые мужики там это ты тоже участвовал она ложь и да как так а вот так ничем не занятая душа хорошая кузнеца сатаны сказал правда не православный мастер лютер а это надо взять за хорошая кузнеца ничем не занятая он мысли тебе все время будет подбрасывать и так три ступени первое отвергнись себя самое главное это твое я чуть задели слова сказали жена научиться в безмолвии учить не позволяя не власть над мужем нигде не встревать в споры говорил сколько я об этом раз говорил и уже пострадали об этом а потом а что теперь делать вот сегодня спрашиваешь я уже вот то сделал я группе 10 этаж человек выпал перед пролетает без десятого что я должен делать почему ты на меня раньше это не видел не вышел так батюшка разрешил нет библия разрешает батюшка не может вопреки священном писании идти я не пойдя опять туда видно мучает душа но не отчаивайся у тебя значит сознание то есть давай вместе помолимся сразу будет мне легче стало теперь ни шагу никуда церковь есть монастырь если есть сходи найти тихий уголок и там молись и ты выйдешь как господь начнет свой цветник этом поливать и расцветать ты никогда не отчаивайся нил синайский говорит согрешить это дело человеческое а отчаиваться дело сатанинское мы сейчас посмотрим немного из священного писания и увидим чем за слой надо заполнять эту комнату нашу храмину наш разум наши глаза отверзи уста мою поучайте со совесем твоим то есть я не просто считать глазами я должен слух считать уста поминается учите считать много из хорошего считать так прочитаем сейчас мы притча 20 глава 10 стих притча соломона 20 и 10 не одинаковые весы не одинаковая мера то и другое мерзость пред господом вот первую очередь никогда не делайте выводы предвзяты но этот наш человек не надо а вот тот такой же вот это двойная норма не ты вот прямо так и скажи главная вина это наша вот мы когда беседуем где-то в интернете мы говорим в этом вопросе у нас очень плохо но мы хорошее видим заметил про сейчас мы считали какую пропасть храпова ярла пести это протестанты но как они говорят я это давал слушать никому-то митрополитам и они все одобрены это у меня не православно но убить особый такой он считает если ты все считает это первый радио проповедник которого я услышал запомните мама в обменении у меня стояла 100 кажется 60 часов слушать надо было и так одна мера должна быть везде заходит в житиях святых есть самодельные подходит продавцу продавец православный поздоровался ну как торговля идет так ничего очень но жить можно так а скажи а почему у тебя змея вокруг шеи какая змея я не знаю какая я вижу тебя змея она душит тебя да ты что у тебя гири то как ты от гири то там отрезал маленько там а теперь у тебя ты все время набегает постепенно вот как здесь мера какая должна как мы должны делать соломона то знал и так нужно в этом вопросе тщательно проверить у себя все ли правильно когда-то мы беседуем с кем-то не забывайте кто мы и православие надо показать им тоже время боязно сказать у нас он православный а у нас отряда батюшка я не просто так говорю батюшка я знаю их подхожу к камере у вас есть тут верующие есть мишка иди сюда а он оказывается засима и романах по детской линии здесь барнауле и при том я встречал это не один раз не приведи господь вот которого молимся все время отца гриба грозовского то 14 лет дали ничего не доказано было и мы ежедневно молимся чтобы он не погиб ничего не смогли доказать но с него сами сняли я говорю как звать его возьмите для себя в молитву и другие предупреждайте берегите особенно детей вот по этой отрасли с нигде чтобы они еще не смотрели говорите о высоком иначе придет сатана он найдет свое это мое скажет и я там и не просто заходит а берет 7 злейших почему 7 когда 7 это полнота божественная как определить что они злейшие у нас в общине были такие люди нормальные и видно что он крещение получил правильное и ну все у него как надо но стал о себе мыслить больше чем положено и перед батюшка даже плевал батюшка все плевки соберешь потом на наш батюшку такой а дальше у него пошло кверх ногами все они ничего не может с собой сделать теперь собирают там я уже не знаю десятый ролик против меня там теребиты где-то нужна помощь нужно но они молитва вообще не идет никак вот правители перечисляют которые где я ежедневно вы знаете мы все перечисляем их и турецкого и американского вы всех мы знаем какие события здесь никак молитвы нету один раз произнес как будто его никогда и нету я не могу ничем это объяснить как но господь показывает а почему а вот мы сейчас прочитаем евреям 6 глава 4 8 стих послание апостола павла к евреям 6 глава 4 по 8 стих страшное состояние еще нельзя сделать и слез нету 4 по 8 ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками духа святаго и вкусившие благого глагола божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием когда они снова распинают себе сына божия и ругаются ему нет больше жертвы за это сказать нельзя без дрожи а если это на мне господи ну он кается а вот в этом-то дело что покаяния нет если бывает так человек кается батюшка прихожу исповедовать а человек я похулил духа святого не наш батюшка другой ты не похулил ты плачешь тебя раскаяние есть похулившему не дается покаяние вы запомните главное где и поэтому зря не убивайся какой бы ты ни был ну господь дверь открывает для покаяния и вот мы сейчас прочитали вкусил все было как надо притом талантом обладал просто талант был слово говорить все полностью вычистил сатана еще прочитаем евреям 12 глава 25 стих это чем не должны мы себя заполнять вот эта гордость никто мне не скажи и вот сатана занял сам злейший берет смотрите не отвратитесь и вы от говорящего если те не послушав глаголов шоу на земле не избегли наказания то тем более не избежим мы если отвратимся от глаголющего с небес это господи чтобы никогда не обратились от тебя чтобы это хижина теле души нашей была наполнена духом святым почему царю небесный всегда в начале всех молитв стоит и мы неоднократно избави нас от лукавого и не веди нас в искушение спрашивает а что бог разве водит тут надо понимать значение этого слова не в виде то есть господи поставь препятствия чтобы не туда не пройти вот такой смысл заложил прочитаем несколько мест еще псалом 118 164 чем занять себя на работе на любой где ты работаешь все годится семикратно в день прославляю тебя засуды правды твоей представь себя нет возможности а про себя едешь дорогой сотвори молитву дьявол и ловит где только можно найти он находит чистое незанятое и берет всем злейших и человек делается даже не просто так а как одержимый какие крики издает как он беснуется а почему ничем не занятой душа ну неужели никто не мог подсказать мы прочитали в 12 главу евангелия атмосфея человек очищен был теперь бодрственной душой вот есть такая небольшая брошюра называется один день святой жизни митрополита григория санкт-петербургского дореволюционного вы ее в интернете найдете что бы ты ни делал вот она водится с ребенком говори господи ты был маленькой когда-то с тобой водились и я был такой же готовишь что-то господи пшениченки растерты нам из этого причастия то есть все время наполняя тем что ты видишь и я вы ни с какой стороны не может подойти дети когда уходят приучите чтобы они не выходили на улицу не положить три поклона где иконы стоят не сказали благословите у меня близкий человек был и говорит друг знакомого верующего ребенок стал бесновать с чем это связано ну надо помолиться помолились и дьявол ответил а меня послали по пороге порог там у него какая-то дощечка что-то железное там его посадили лукавый ребенок выскочил не благословившись и прямо на крысе и он поймал его сразу и при том священное писание говорит об этом чтобы бодрствовали и говорят об этом житья святых надо просто отнестись к тому что мы считаем с доверием да не отходит книга сия от уст твоих наполучайся мне день и ночь дабы в точности исполнить ну скажи какие стихотворения знаешь ты знаешь какие чудесные поэмы есть где-то чтобы все время были размышления о божественном звучали стихи какие-то у меня операцию когда делали на позвоночнике из наркоза только вышел я знаю что наркоз говорят отнимают разум я первое что стал просчитал третью главу евангелия тяну не запомнила чувствую маленько спотыкаюсь а дальше постепенно постепенно я боялся этого не знаю как то есть куда бы ты ни пошел до врачи не неверующие мне операцию делал еврей яков нахманович шойхит теперь он доктор медицинских наук меня со стройки привезли я говорю я лягу на стол когда помолюсь а у него же руки вымыты вот так как поднял как будто молится а рядом какая-то марфа мне потом рассказано зовет у них нахмановича наумович звали по-своему насколько же можно ждать я помолился все все ложитесь и студенты были в это время операции я с ними беседовал он все это помнит потерявку приезжал когда по детскому лагере вот как а говоря о правила есть такое чтобы евреи не делали операцию он мне операцию сделал продлил жизнь тогда может быть такие правила какие-то нужны были но надо смотреть все-таки на сегодня что это за человек я могу сказать только с большой буквы интеллигент по милости божией как состав а у вас там летчик лежал он говорит и как вы его разбили и все помнит поэтому разум свой старайтесь занять священным писанием что-то повторяйте что-то заново считайте я знаю людей которые могут у меня сегодня радостный день брат наш какой библию снова начинаю до конца дочитал а сколько раз я не знаю раза три он прочитал или за за год ну поставьте физом зато это правило прочитай главу одну другую мы садимся за стол же а это пища духовная ефесянам 5 19 мы нащупаем место как себя занять чтобы лукавый не прикоснулся на что павел обращает особое внимание 519 назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными поя и воспевая в сердцах ваших господом можешь что-то петь я уж не слышу несчастье а вы что-то бубню а сколько сейчас песни каких войны последнее время вот это я морозил без содрогания нельзя служить хор поет последнее время земля причаливает концу это ужас и показывает которые сейчас там людей православных ведут молодых там больше 25 лет никому нету идут мимо какое-то как ведро стоит и везде там кинжал и каждый берет кинжал а их переодели в красное и вперед проводят 25 человек вот сюда поставили и по команде все воткнули все умерли показана вода какая их всех канонизировали я уже смотрел статуи сделали и другие молодые распинает их и видно что кто распинает это не не скрывает об этом патриарх кирилл говорил я не знаю сколько там какое время по 50 человек погибает и видно что южные народы там может быть лет 12 ребенок привязаны мертвые жена расстрельность ребенка вырежат и очередь в этой большой траншеи конца не видать это щита страдания они ушли туда мы каждый день молимся господи кто в вузах твоих кого-то пытают отверстие двери рая да они может понимают и так господь разберется евангелие от яна 539 чем заняться посчитали песнопениями вот пой какие у тебя таланты 539 исследуйте писание ибо вы думаете что думаете через них имеет жизнь вечную они свидетельствуют о мне запомните это 539 и когда господь говорил евангелии не было решила ветхом завете какие притчи я знаю людей которые на картоночке выписывают заклеивают там чтобы не стиралась и где бы ты ни был едешь там трамвай в поезде открой и считай может евангелие не везде возможно и открыть еще прочитаем 2 коринфян 13 5 испытывайте самих себя верили вы самих себя исследовайте вот что-то сорвался не так сделала не могла удержаться исследуй самих себя верили ты если тебе верят не лезть куда не надо сотвори молитву отойди отойди ничего не убудет от этого найдутся люди которые ответят не хуже нас 1 тимофея 1 20 чем заниматься чем душу наполнить вот посмотри что мы взяв всех злейших подошел а тут все занято он не будет там а нашел не заняты вот беда-то в чем 1 тимофея 1 20 таковы имени и александра которых я предал сатане чтобы они научились не богохульствовать то есть богохульствует а он предал сатане вот этого молиться за всех чтобы сатана не коснулся нет я предал их сатане что они почувствовали в этот момент мы ничего этого не знаю но предал это определенно об этом мы считаем первое коринфянам 5 5 как это бывает почему чтоб с нами не случилось вот апостол павел знает нас открыт я предал его сатане предать сатане во измождения плоти чтобы дух был спасен в день господа нашего иисуса христа на эти человек грех впал и он павел предал его и он заболел как заболел чем заболел его определенно все до времени пока он покаялся покаялся видимо болезнь отошла второе тимофею 217 то есть надо увидеть где нам дверь закрывать чтобы не было вот этой беды и сомневая 217 и слова их как рак будет распространяться таковы имени и филит которые отступили от истины говоря что воскресенье уже было и разрушают в некоторых веру геретики и поэтому их тоже не надо забывать мы на молитве видите сколько перечисляем когда бывает только началось вчера что было сегодня у нас усиленная молитва об этом потому что так просто это не 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 может окончиться а кто виноват чего нам не решать тем более нам никак нельзя туда идти потому что мы призваны только молиться так 2 тимофею 4 14 15 мы видим как павел заботился об этом слово как рак меня даже спрашивали а как в переводе на английском языке когда написано как язва была бы известна болезнь рака или нет но сегодня так переводится александр медник много сделал мне зла да воздаст ему господь по делам его берегись его и ты ибо он сильно противился нашим словам видите простил бы им все нет мы видим он поминает по именам чтобы молились и предал не все время радужное воскресенье он захватывает все окружающее так деяние 751 жестоковынные люди с необрезанным сердцем и ушами вы всегда противитесь духу святому как отцы ваши так и вы чтобы с нами не было этого есть четыре греха против духа святого угошение противление и последнее ненависть к самому добру хула на духа святого и не всем веке не в будущем как будто в будущем веке что-то еще может быть и евреем 10 глава 25 по 31 10 мы же мы ходим не только чем занять а как чтобы сатана не наше сердце не захватил с 25 евреем 10 25 31 не будем оставлять собрание своего как есть у некоторых обычай но мы но будем увещевать друг друга и тем более чем более усматривайте приближение дня онова ибо если мы получив познание истины произвольно грешим то не остается более жертвы за грехи но некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожирать противников если отвергшийся закона моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью то скольки к чайшему думаете наказанию повинен будет тот кто попирает сына божия и не почитает за святыню кровь завета который освящен и духа благодать оскорбляем мы знаем того кто сказал у меня отомщение я вас дам говорит господь и еще господь будет судить народ свой страшно впасть в руки бога живаго достоевский был глубоко верующим если мы это верим то об этом я часто встречал у достоевского долго не могли найти кто убил это и невеста одна как там рассказывает он а он сам и сделал это и решил покаяться пришел к нему покаялся и как только на улицу вышел так я что наделал то теперь только он один знает в том-то раз вернулся что переубить его и потом только вот зашел и говорит страшно впасть в руки бога живого достоевский был глубоко верующий человек и показал а почему он решил к нему подойти потому что он был военный и когда была дуэль он не стал стрелять у меня стреляете а сам свой пистолет забросил и стал молиться офицер и вдруг переменил свою жизнь и тот решил и может быть я переменю но в конце концов дьявол был побежден это мировые произведения и последнее второе петра я думал меньше прочитать придется побольше с первого по двадцатый стих второе петра вторая глава с первого по двадцатый стих послушайте как сатана прещает людей петр рыбак предупреждает чтобы не случилась с нами эта беда были и уже пророки в народе как и у вас будут уже учителей которые ведут пагубные ереси и отвергаясь уступив искупившие господа навлекут сами на себя скорую погибель и многие последуют их разврату и через них путь истины будет поношение и если убостижание будут уловлять вас солистивыми словами суд им давно готов и погибель их не дремлет ибо если бог ангелов согрешивших не пощадил но связав узами адского мрака предал блюсти на суд для наказания если не пощадил первого мира на восьми душах сохранил семейство ноя проповедника правды когда навел потоп на мир нечестивых если города садомский гаморский осудив на истребление превратил в пепел показав пример будущим нечестивцам а праведного лота утомленного обращением между людьми неистово развратными избавил ибо сей праведник живя между ними ежедневно мучился в праведной душе видя и слыша дела беззаконные то конечно знает господь как избавляет благочестивых от искушения а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания а наипаче тех которые идут след скверной похоти и плоти презирают начальство дерзки своевольны и не страшатся засловить высших тогда как и ангелы превосходя и крепостью и силою не произносят на них пред господом укоризненного суда они как бессловесные животные водимые природой рожденные на уловлении истребления злословия то чего не понимают в растлении своем истребятся они получат возмездие за беззаконие ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши срамники и осквернители они наслаждаются обманами своими пиршествуя с вами глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха они прельщают неутвержденные души и сердца и приучены к любостяжанию это сыны проклятия оставив прямой путь они заблудились идя по следам валаама сына вассорова который возлюбил мзду неправедную но был облечен в своем беззаконии бессловесная ослица проговорив человеческим голосом остановила безумие пророка это безводные источники облака и мглы гонимые бурю им приготовлен мрак вечной тьмы ибо произнося надутые пустословия они уловляют плотские похоть и разрад тех которые едва отстали от находящихся в заблуждении обещают им свободу будучи сами рабы тления ибо кто кем побежден ибо если избегну сквер мира через познание господа и спасителя нашего иисуса христа опять запутываются в них и побеждаются ими то последнее бывает для таковых хуже первого лучше бы им не познать пути правды нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди но с ними случается по верной пословицы пёс возвращается на свою блевотину и вымотая свинья идет валяться в грязи вот каким путем это тоже самое благодарение господу что остались нам послания которые мы сейчас прочитали и сохрани нас господь от того что счастливы когда семь злейших приходит это можно на исповеди сейчас приходит еще раз себя проверить мало того если есть доверенный человек с каком-то с ближним ты видишь что-то у меня не так или как то есть как-то каким-то путем надо выявить и прямо конкретно грех назвать да помилует нас господь чтобы дух святой во всей благодати вел нас и довел до желаемой пристани царства небесного аминь спасибо Господь